Друзья, всем добрый день! У нас в Минске началась замечательная акция. Поздравляют ветеранов с приближающимся праздником Победы. И сегодня будут честовать ветераны Ивашину Анастасию Васильевну. Вот мы как раз собрались у неё под домом. Приехал оркестр, будет праздничный концерт, который Анастасия Васильевна сможет посмотреть с балкона. Вот сейчас мы подойдём к главе администрации Советского района. Да, это были люди, это были люди. Вы знаете, вы не можете из-за того людей возле фотографии, отлыбаться, молодежь, пожилых. Да, я думаю, что здесь гуляют мамы с детишками, вот детская площадка. Конечно же, люди очень положительно, очень добродушно. И сами говорят, что это нужно. Спасибо большое. Друзья, буквально пару минут. И пойдут поздравлять ветерана. В это время будет идти праздничный концерт, который мы с вами послушаем. Очень много людей собралось, и всё, дабы почтить память. Вот уже люди, кстати, выглядывают из окон. Там наверху, наверное, не видно. На самом деле, мне кажется, чудесная акция. И замечательно придумано, что не нужно ветеранам никуда идти. Вот всё для них, всё рядышком. Вот, в общем, пока я расскажу вам про Анастасию Васильевну. Ей 96 лет. В 1941 году она окончила 9 классов и помогала своей сестре старшей присматривать за её маленьким ребёнком, который появился на свет в мае. Вот буквально перед тем, как началась Великой Отечественной война. Семья Анастасии Васильевны Ивашиной считалась по праву медицинской. Два дяди и её сестра были военными врачами. После прихода гитлеровцев, их дом в Велясичах сразу же стал базой подполья. И там нашли приём многие советские бойцы, попавшие в окружение. Раненые получали помощь. Здоровых солдат расселяли по соседям. До выпадения снега Анастасия Васильевна помогала искать оружие и боеприпасы. И потом это помогло создать боеспособный партизанский отряд. В общем, будем слушать. Походу буду рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаю, что её дом стал базой подполья. Поздравляю где-то. А, кстати, людей на балконе всё больше и больше. Вам, наверное, видно. Её дом стал базой подполья. И многих советских бойцов там лечили, многие жили у соседей. И когда было найдено достаточное количество боеприпасов, то в 1942 году из этих солдат, нашедших в их доме приют, создали настоящий боеспособный партизанский отряд. Сама Анастасия Ивашина вместе с родителями стала их связными. Она ходила в Борисов за медикаментами, передавала народным мстителям важную разряд информации, помогала переправлять в отряды новых бойцов. В общем, делала всё, что могла. Но, к сожалению, в апреле 1944 года её вместе с родителями арестовали за помощь партизанам и отправили в концлагерь в Борисове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, продолжим наш рассказ. Будут такие вот музыкальные чудесные паузы. В апреле 1944 года Анастасию Васильевну арестовывают вместе с родителями за помощь партизанам и направляют в концлагерь в Борисове. В дальнейшем их должны были отправить на работу в Германию. Но, к счастью, им удалось сбежать. А потом, как охранником этого концлагеря был одноклассник Анастасии Васильевны. Этот одноклассник описал им план лагеря, помог сломать стену барака и беспрепятственно уйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, сколько людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА